Паша Агаман, добро пожаловать на наше уже девятое питерское собрание. Меня зовут Ольга, я алкоголик. Сегодня я служу ведущим этого собрания. И я прошу начать собрание вас всех с минуты тишины. Пригласим Бога на наше собрание, подумаем, где мы были, вспомним наших товарищей, тех, кто болен этой болезнью, кто умер от нее, кто в срыве, кто все еще страдает и кто ищет дорогу к нам. Спасибо. Перейдем к нашей молитве. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить, а мужество изменить то, что могу и мудрость отличить одно от другого. И сначала короткое техническое сообщение. Сообщаем, что ведется аудиозапись этого собрания. Также будут записаны практически все спикерские выступления на этом марафоне. Итак, сегодня у нас спикерское собрание. Тема «Седьмой шаг». Спикер Нурлан. Город Алматы. Казахстан. Домашняя группа Виктория. «Семь лет трезвости». Правильно? Это собрание продлится 1 час 15 минут. Если вы хотите задать вопрос спикеру, то, пожалуйста, напишите его в чате, и соведущий получит и передаст его спикеру. Ваше время, время спикерского собрания, ну, минут 40-50. Потом вопросы и ответы. Всем привет, Нурлан. Добро пожаловать. Да-да. Слышно меня? Очень хорошо. Спасибо большое, что пригласили. Очень рад. Меня зовут Нурлан. Я алкоголик. Я живу в Казахстане, город Алма-Ата. Сейчас, правда, в другом городе нахожусь. Наш областной центр Алматинской области Талды-Курган. Мы здесь группу открываем. И сюда теперь ездим. Я вот на месяц ссылку сюда отправлю, чтобы спонсорить и помогать людям организовать здесь группу. Вот. Значит, я пришел в сообщество 10 июля 2014 года после годового запоя, и быть из него я сам не мог. Вот. Поэтому лег в психушку местную. Там есть наркологическое отделение. И потом я пришел в ИЭИ. Вот с тех пор я и не пью. Вот. Ну, пока пил, там разные методы лечения перепробовал. Дважды был на принудительном лечении. В России его отменили уже давно. У нас оно по-прежнему процветает. Ну, это так, краткая история. Вот. Пришел я в ИЭИ. И год я не занимался со спонсором по программе. Я, как обычно, считал себя самым умным на свете. И в уме делал эту программу. И через год такого умствования я отправился в магазин за водкой. И взял ее в руки уже. У меня там мысли, сколько надо мне выпить их, чтобы опьянеть, чтобы на завтра еще хватило. Пока я занимался этим подсчетом, у меня посетила мысль, что что-то надо сделать, чтобы остановиться и как-то не выпить. И я вспоминал на группе, что говорилось позвонить другу. Я думаю, ну, сейчас приедет, ну, отговорит он меня. Завтра я все равно пойду бухать. Я отбросил, в общем, как неконструктивную эту мысль. И последнее, что мне пришло в голову, надо обратиться к высшей силе. Вот. И я попросил Бога, чтобы он меня оставил сегодня трезвым. И через секунду это наваждение прошло. И больше вот за эти годы у меня не появлялось желание выпить ни разу. Это для меня было уроком, что для меня самым эффективным методом, да, является обращение к высшей силе. И с тех пор я только этим и занимаюсь, и только практикую то, что надо обращаться к высшей силе в любое время, чтобы тебя не испокоило. В общем, я на следующий день нашел спонсора на группе. С ним изучил шаги. Вроде как более-менее научился действовать по ним. И я помню, мне одна девочка сказала, что это только начало. И по-настоящему понимать ты программу будешь только после того, как начнешь передавать это другим. То есть будешь спонсором. На что я ответил, что я никогда не буду спонсором. Я не психолог. Они на мной посмеялись опять. Я, наверное, много им смешных моментов доставлял своими высказываниями. И, естественно, конечно, через несколько дней у меня появился подопечный. И тогда я понял, что они были правы. Все начинает меняться. И в момент этого спонсирования один человек, другой, третий, я начал понимать, что я не могу поделиться с ними опытом прохождения шестого и седьмого шагов. У меня здесь большой пробел. В книге у нас шестой-седьмой шаг занимает по абзацу всего. Один абзац на один шаг, один абзац на другой. В книге «12 шагов, 12 традиций» написано поподробнее. И я своим подспонсором говорю, вот, прочитайте еще вот здесь вот в этой книжке, может быть, вам будет понятней. Потом у меня было еще одно такое откровение. Я был в другом городе, в Таразе, открывал там группу, спонсорил, и что-то мне вечером стало грустно вдруг. Мне стало одиноко, противно, вот я здесь один, а все там в Алма-Ате. Я почему-то представлял, что они где-нибудь в караоке или в кафе. В общем, они отдыхают активно, а я здесь опять один. Мне очень жалко себя стало. Вот, и я уже привычно обратился к своей высшей силе, говорю, вот, Боже, смотри, что творится на свете. И опять здесь один-одинешенек, всеми покинутый. А потом до меня дошло, что я опять вру сам себе. С чего это ты один, если ты разговариваешь с Богом? Ты вообще с кем тогда разговариваешь, если ты один? И до меня дошло тогда, я с Богом все время, и никуда он от меня не девается, это я от него закрываюсь. А тогда же я начал молиться о душевном покое, и он меня никак не посещал, и мне что-то было все противно, все так же. Я решил, подумал, что а сколько раз я должен тебе обратиться, чтобы ты мне дал, наконец, желаемое. Я взял в руки четкие и начал их использовать по прямому назначению. Просто перебирать четкие, меня это успокаивает. Но здесь я начал считать. И я посчитал, я около трехсот, может быть, четырехсот раз обратился к Богу с этой молитвой. Боже, дай мне разум, душевный покой. А потом я отметил такую вещь. Я давным-давно спокоен, а сейчас я просто улегся счетом, сижу, считаю. То есть мне хватило, оказывается, гораздо меньшего количества. И тогда я сделал для себя вывод. Я могу обращаться к Богу до получения результата. Вот пока я не получу результат, я могу обращаться к Богу. Дай мне душевный покой, дай мне то, дай мне это. И тогда Бог отвечает на мои молитвы. С тех пор, вот уже много лет, я обращаюсь к Богу до получения результата. Мне это нравится, мне кайфово. Обращаться к Богу до получения результата. Спрашивать, почему я это не получил. И в один прекрасный момент я понял, у меня нет шестого и седьмого шага. У нас программа действия. Хорошо, я занимаюсь служениями, у меня есть спонсорское служение, у меня есть служение в лечебных учреждениях, у меня есть то, у меня есть это. Но на самом деле шестой и седьмой шаг – это такие же шаги действия. Я прошу Бога убрать мои недостатки. Но это то же самое, как я буду просить Бога, дай мне вот это, дай мне это. А вместо меня он не пойдет на группу, вместо меня он не будет заниматься с подопечными, не будет с ними читать книгу, вместо меня он не пойдет в больничку. Это я должен приложить какие-то усилия. И тогда для меня начало раскрываться, что седьмой шаг – это тоже шаг действия. И мне нужно делать какие-то вещи. Я могу просить Бога, Боже, избавь меня от изъянов. Да, конечно. Он никогда не говорит «нет», как мне рассказывали. Он скажет «да, но позже» или «на, получи». Но он просто так у меня не забирает эти дефекты моего характера, которые я в большом количестве откопал в четвертом шаге и рассказал в пятом о них спонсору. Настало время действия другого. Шестой и седьмой шаг – избавление от недостатка. Да, понятно, Бог тебя избавит, я сам бессилен от них избавиться. Но я должен совершать действия. И вот тогда меня начало потихонечку доходить, да, вот как я должен действовать в седьмом шаге, чтобы добиться желаемого. То есть я откопал в четвертом шаге недостатки. Там же в четвертом написал табличку, в табличке идеалы, да, какие у меня могут быть, каким я хочу стать. Но если ты хочешь им стать, совершай действия. То есть если я злобная тварь, который привык на всех орать, неформативные лексики причем, да, значит, надо теперь поступать. Если ты хочешь быть добрым, сделай добрые поступки. Если хочешь быть спокойным, тогда излучай это спокойствие. Закрой рот, в конце концов, когда тебе хочется кому-то опять нагрубить или сказать какую-нибудь гадость. То есть я должен совершать действия. Бог мне поможет. И поэтому я начал просить Бога. Боже, помоги мне заткнуться. Помоги мне сказать этому человеку что-то доброе, что-то хорошее. Поддержать его, а не высмеять его, не сказать ему что-то саркастическое, не иронизировать по поводу чего-либо высказывания на группе или еще что-нибудь не вытворять. То, что я делал раньше постоянно. Вот тогда начались изменения. На мой взгляд, они были незначительными, но люди, окружавшие меня, стали говорить, ты стал другим, ты стал более терпимым, более терпеливым. Хотя я этого не замечал. Мне до сих пор кажется, что я все тот же алкан, только, может быть, не пьющий и, возможно, какие-то хорошие действия совершающие, но это не моя заслуга. А вот Бог меня направлял, я что-то там делал. И то далеко не на пять с плюсом. Может, на двойку, на тройку. Но постепенно я пришел к выводу такому, что я делаю то, что могу. И если я это делаю настолько, насколько могу хорошо, то, наверное, на этот момент этого достаточно. И тогда начало получаться. Я перестал себя гнобить, что я не такой, мне надо было... А я мог сделать лучше, а я мог это. Это тоже один из моих недостатков. И, слава Богу, что я начал это замечать. То есть моя сторона действий, да, мое участие в этом процессе самосовершенствования, это для начала хотя бы замечать, что вот это у меня есть. И от этого лучше избавиться. А как избавиться? С помощью Бога, но, опять же, с помощью действий. Бог является моим лечащим врачом. Я должен выполнять его назначение. Он говорит мне, пей вот эту таблеточку, я должен это сделать. Он мне говорит, пройди вот это обследование, я должен это сделать. Вот вся моя задача. Она упрощена до невозможности. Да, проще уже некуда в этой программе. Но это требуется делать. И тогда будет результат. Перестать быть посетителем группы, а быть ее участником. Взять служение, проявлять активность самой. И тогда сами собой начнутся меняться недостатки эти. Они все произрастают из эгоизма. И если я буду что-то делать полезное для людей, хоть что-нибудь, что-то, что я могу сейчас сделать, будет чуть меньше эгоизма, значит, чуть меньше недостатков. И какие-то из них пропадают, не возвращаются. Какие-то становятся меньше. Но у меня есть теперь четкий барометр. Если я как-то чувствую себя некомфортно, что-то меня беспокоит. Я просто понимаю, что как у алкоголика у меня через несколько секунд малейшее недовольство перельется в гнев, ярость. Я натворю что-нибудь опять вредное для самого себя в первую очередь. Или наговорю что-нибудь, или еще что-нибудь. Если меня страхи эти обуяли. Мне есть лекарство. В четвертом шаге написано. Боже, помоги избавиться от страха. И тут на 180 градусов повернуться и сказать, сосредоточь мое внимание на том, каким я должен быть согласно твоей воле. То есть это акт доверия к Богу. Я настолько доверяю Богу, что я забываю об этом страхе. И у нас написано в книжке. Мы сразу чувствуем, как избавляемся от страха. То есть Бог действует мгновенно. Моментально. Так было, когда я за водкой пошел. Через несколько секунд это желание исчезло, и больше у меня оно не появлялось. Так и здесь. Я могу этого не замечать. Могу о чем-то просить, но оказывается я немножечко не так прошу. Вот допустим, я прошу о душевном покое. Да, утром в одиннадцатом шаге. Но когда меня до меня доперло, что у меня еще и шестой, седьмой хромает, я изменил ритуал, да, одиннадцатого шага. Я добавил в него еще и молитву шестого и седьмого шага. Я сказал, боже, я могу и не замечать, да, как обычно, своих недостатков. Я могу чего-то не заметить. Дай мне внимание на то, чтобы я обратил на кто я вообще, что со мной происходит. Был более внимательным в анализе и просил помочь избавить от этих недостатков. То есть тогда моя молитва увеличилась, удлинилась и стала для меня еще кайфовее. Вот. Потом как-то на группе я услышал от человека, что прямое оружие продержалось к себе, это благодарность. И я опять решил поменять немножечко одиннадцатый шаг, и я стал больше внимания уделять тому, что я благодарю Бога. А мне, оказывается, очень за много есть еще благодарить. Есть какие-то вещи неприходящие, допустим, да, слава Богу, неприходящие, такие как трезвость. Есть какие-то вот сейчас произошедшие вещи, за которые я тоже могу с большим удовольствием искренне поблагодарить Бога. За то, что мы, допустим, открываем там новую группу или вот провели первую конференцию, у нас теперь есть фонд обслуживания, у нас есть совет обслуживания, мы создаем какую-то структуру, у нас появляются новые служения, комитеты, и это не наша заслуга, собственно говоря. Ну, не полностью наша, маленькая такая наша, а остальное делает, конечно же, наш Бог. Вот. И тогда я начал менять не только молитвенное содержание, но и действие. Я стал больше включать в план, что мне надо делать. И я вот, знаете, пришел к такому выводу. Вот, допустим, мы знаем, что болезнь заключается не в том, что я много бухал, а в том, что я жить трезвым не умею. И что мне мешает оставаться трезвым и при этом еще и радостным, спокойным и счастливым? Это мои недостатки. И вот, оказывается, шестой и седьмой шаг, молитвы их и действия по этому шагу, они как раз-таки имеют целенаправленный, такой точечный удар, да, именно по болезни. Вот моя болезнь, которая заключается в моих недостатках. Недостатка характера, который я откопал в четвертом шаге. И вот тебе конкретное, прямое противодействие. Боже, избавь меня от этого. И тогда я начинаю понимать в нашей литературе высказывания других людей, спикерских впереди идущих ребят, что как они делали, как они этого добились. И я начал понимать, наконец, как они делали шестой и седьмой шаг, как они пришли к этому. И здесь огромное значение имеет служение. Избавиться от эгоизма, на котором растут все остальные мои недостатки. Их прямая противоположность в служении. Любые служения. На группе служения, чиханчика, ведущего, спикер-хантера, председателя, кого угодно. Служения в различных комитетах. Чем больше этих служений, а у нас же ротация, я могу попробовать себя в этом служении, в этом служении. Те, где я не соображаю ничего, допустим, в финансовом комитете, что мне там делать. Да? Я не финансист. Помощь я им никакую оказать не могу. Но тем не менее, они приглашали на свои собрания. И я хоть начал понимать, чем они занимаются, что они делают и так далее. Может, я им помочь и не могу, но я буду в курсе их дел. И таким образом, я в своем комитете, в котором служу, могу применить то, что у них хорошего есть. Это настолько каждый день расширяются границы того, что я могу сделать хорошего. И куда меня позовут помочь людям. А моя задача усиливать просто действия. И вот в этом плане шестой и седьмой шаг, это непрекращающаяся работа. У нас говорят так, 10, 11, 12 шаг мы делаем на ежедневной основе. Потому что они содержат в себе предыдущие 9. Все они там содержат. Но я понял, что шестой и седьмой шаг, они немножечко такие, знаете, основополагающие, что ли. Они конкретно направлены против моей болезни. И когда я начинаю их все чаще практиковать каждый день, мне легче живется. Мне живется интереснее, свободнее, без вот этих вот недостатков. Они появляются реже, во-первых. И они не настолько болезненные, как это было раньше. Я больше не зацикливаюсь на этом, потому что у меня есть прямое оружие избавления от этой гадости. Раньше я обращался к Богу за душевным покоем. А теперь я понимаю. А вот она жалость к себе. Или какая-нибудь обида, или какой-нибудь страх выпался. И тогда я обращаюсь к Богу. Боже, избавь от того, что беспокоит меня, от того, что меня тяготит. Боже, избавь меня от недостатков, которые закрывают меня от Тебя. Которые мешают мне быть полезным к Тебе и людям. Потому что если я действую на недостатках, мне не до Бога. Я его не слышу. Я не понимаю. Мне не до людей. У меня опять я впереди. А вот это действие в служении, они умоляют я. И тогда дают Богу простор для действия. Вот тогда мне действительно становится легче. Мне кайфовее жить. Я же все равно кайфуша. Мне нужно от чего-то кайфовать. Но я кайфую теперь уже от собственной трезвости, от трезвости друзей рядом со мной в АЭИ. От моих новых взаимоотношений с людьми, не относящимися к АЭИ. О том, что Бог вернул мне наконец мои детей. Я могу с ними контактировать. То, о чем я мечтать не мог. И я понимаю по-новому такие слова, как терпение, терпимость. Потому что я научился вырабатывать их себе с помощью, конечно же, высшей силы. Я пять лет ждал, пока старший сын со мной заговорит. А еще несколько месяцев, пока младший не соизволил прийти в АЭИ и сейчас выздоравливает рядом со мной. От всего этого я кайфую. Жизнь действительно анонимного алкоголика. Это я, конечно, не скажу, что сплошная радость. Бывают какие-то огорчения, но на то она и есть жизнь. У меня мама умерла в феврале. Но я не скажу, что я отнесся к этому равнодушно. У нас последние отношения по мере моей трезвости были очень хорошие. Она любила меня. Я наконец-то научился любить ее. Это потеря. Но не было вот этого всепоглощающего горя и тоски. Я спокойно перенес это, тем более с такой огромной помощью анонимных алкоголиков и аланома нашего алматинства. Там все приняли участие и чем только не помогали. Личным присутствием, деньгами, как угодно. Такую поддержку я вообще ну я не знаю, я больше нигде не встречал такого. А все только благодаря тому, что я учусь использовать инструменты программы по назначению. Вот здесь один шаг, здесь инструменты другого шага, более точечно, я более умело учусь применять их в своей жизни. И тогда у меня начинает все получаться. Вот. А недавно, ну как недавно, в прошлом году у нас в Алмате появилась книга, может раньше была, но я ее в прошлом году увидел, «Сбросить камень», посвященный именно шестому и седьмому шагу. Вот. Сынок мой ее уже прочитал, нахвалил, а мне не хватило этой книжки, потому что они были по заказу и все разошлись. Но недавно он получил их снова из Москвы и вот сейчас я ее начал читать в полном восторге. Прочитал только шестой шаг, до седьмого не дошел, но мне эта книжка нравится, я вот с собой сюда поехал, в командировку взял с собой ее, вот здесь как раз только и начал читать. Классно, ребята очень хорошо постарались и там много нюансов таких, где можно подчеркнуть опыт других людей, как они это делают, как они это применяют. Там есть конкретные люди, которые указывают их имена и говорят, вот опыт такого человека, вот опыт такого человека. Ну, очень хорошая книжка, мне понравилось, рекомендую. У нас много очень хороших книг, которые помогают и при их постоянном чтении, изучении не только шагов, но и традиций, применении их в своей жизни, приходит какое-то понимание, что я пришел в ЭА вот семь лет назад и я не то, что в самом начале, а я вообще где-то за границей еще, я только-только начинаю входить во вкус и только начинаю понимать, насколько книга эта мудра, чудесна и многослойна и сколько еще впереди предстоит открытий, если я буду следовать этому дальше и не останавливаться в развитии. Мне очень нравятся слова Билла Уилсона, он говорил, что такое духовный опыт, что это не что-то такое заоблачное при звуке фанфар и при каком-то фантастическом небесном свете спускается на тебя. Это все гораздо проще. Ты алкоголик, ты захотел выпить, но не выпил сегодня, это уже духовный ров. Или я сегодня постараюсь быть чуточку лучше, чем я был вчера. И это тоже духовный рост. И вот по мере таких вот маленьких шагов, маленьких каких-то усилий, чтения, слушания спикерских впереди идущих, я начинаю все больше и больше осознавать и благодарить Бога за то, что Он вообще меня в Эй привел. сохранил жизнь, лишил вот этого пьянства идиотского и подарил такое сообщество огромное. И каждый шаг, вот не только шестой и седьмой, конечно, каждый шаг с каждым днем поворачивается немножечко с другой стороны. Я немного больше о нем узнаю, но только через действие. Без собственного опыта прохождения какого-то шага или применения его в жизни я ничего не добьюсь. поэтому до меня все больше доходит, почему у нас говорят программа действия, постоянного действия. Если я немножечко остановлюсь, меня отнесет назад, поэтому мне необходимо постоянно двигаться отмелет. И вот этот седьмой шаг, мне он, знаете, еще чем нравится, что он не общая такая, общеукрепляющая терапия, да, как витамины, там, ходьба и прочее. Это конкретное, точное выполнение этого шага приводит к уменьшению, съеживанию моей болезни. Я понимаю, что она никуда не денется. Я умру алкоголиком когда-нибудь, но я умру выздоравливающим анонимным алкоголиком, слава богу. И вот это точечное применение седьмого шага против своих недостатков, можно их разобрать каждый в отдельности, а мне лень это делать иногда. Иногда, когда я вижу прям совсем точно, что да, вот это вот злоба или вспыльчивость или там еще какая-нибудь гадость, я могу применить, постараться более точно. А иногда я просто вот утром я пока еще не успел накосячить и никому ничего не наговорить противного. Я прошу Бога избавить от всех, вот какие есть во мне недостатки от всех них. А дальше в течение дня мне уже нужно наблюдать просто за собой. Если что-то появилось, просить Бога избавить, помочь в избавлении. И что мне нужно сделать? Я теперь еще один вопрос задаю. Что мне нужно сделать, чтобы побыстрее вот эта гадость исчезла из меня. Чаще всего это приходит в ответе, знаете, таком. Мне раздаются звонок и кто-то из анонимных мне начинает рассказывать судьбу моряка, как ему плохо живется на свете и что с этим делать. И когда я прошу Бога помочь мне, минут через пять мы начинаем смеяться вместе и понимаем, что надо сделать и как надо сделать. Я не знаю, откуда приходят ко мне эти мысли. это понятное дело, что не сам я придумал все это. В принципе, у меня все. Давайте я лучше отвечу на вопросы, если какие есть. Спасибо, что послушали. Ирланд, спасибо большое. Было очень интересно. Сейчас, прежде чем перейти к вопросам, я бы хотела сделать объявление о седьмой традиции. В книге есть у нас, что когда мы выказываем щедрость, опуская деньги в шляпу, это служит признаком нашей благодарности за проявленные к нам милосердия и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели со все еще страдающими алкоголиками. Ссылку на седьмую традицию, сейчас будет она выложена в чате. желающих задать вопрос, я прошу также в чате написать либо включить микрофон свой и задать вопрос. Добро пожаловать желающих. Всем привет! Миша алкоголик, извиняюсь, да, без единичек, это, пардон, пардон, больше не повторится. Нурлан, большое тебе спасибо за спикерскую. Вот такой вопрос, достаточно трудно мне его как бы сформулировать на самом деле. Ой, невежливо, сейчас еще и без видео, вообще сегодня никакой шин. Вот, такой вопрос. Я вот как раз шестым-седьмым шагом я тоже подхожу к тому, что как бы это получается как бы шаги, я их называю шаги домашней работы, какая-то что ли, то есть получается то, что ты должен вот именно их делать сам, то есть это они не как, например, пятерка или там двенадцатый шаг, то есть это все как-то понятно видно, а вот здесь именно вот нужно сделать именно самому, и вот у меня основная как бы проблема у меня с гордыней. С гордыней я знаю, что вот очень тяжело и при этом я как-то очень быстренько могу рассказать в общем гордыню увидеть в любом моем действии, то есть какая бы ситуация ни была, то есть если я поступлю допустим вот так, это я начинаю, лезу, например, могу нанести добро, что не нужно этого делать, а с другой стороны может быть, вот я как раз наоборот сейчас молчу, потому что это гордыня, потому что вот мол, пускай сами разберутся, я и так сам умный, сам все знаю, вот как-то так, то есть вот хотелось бы вот послушать опыт, если какой-то есть, вот именно как вот ты справлялся с гордыней, вот наверное как-то так. Я понял, Миша, спасибо. Гордыня это наш любимый недостаток, я ни одного не встречал алкоголика, не имеющего гордыни, как у нас рассказывал Гриша, когда приезжал на семинар, он говорит, я буду лежать в реке, грязный, пьяный, но пальцы веером, на понтах как на пружинах и все проходящие это лохи, которых я научу как жить. Эта гордыня, она неуемная, да, это всегда так. И я знаешь к какому выводу пришел? Прямое оружие против гордыни это служение. Если я буду полезен людям, от моей гордыни не останется и следа, она где-то там останется, но вот у нас группа для новичков называется Чайхана, потому что первое служение, которое мы доверяем новичкам, это Чайханчик, да, мы не можем сразу выбрать его ведущим или председателем группы или спикер-хантером, для этого нужен какой-то срок трезвости, надо как-то понимать настроение группы, что и надо, то есть надо немножечко трезвость нарастить, потом есть такие сроки, да, на рабочке они выставляются, допустим, для ведущего там три месяца трезвости, там председатель, год трезвости и так далее, то есть это индивидуально на каждой группе само решается, но Чайханчик можно начинать с него сразу, вот налить чай другому человеку, это настолько противоестественно для алкоголика, который тем более только пришел в Эй, как это я, звезда, сошедшая с небес, вот этим алкашам проклятым буду наливать чай, да я уже там лет 30 никому чай не наливаю, мне вот жена наливала, потом мама или наоборот, да, потом дети подросли, не буду я никому ничего делать, а уж тем более полы мыть в этой комнате, я сюда не поломойкой пришел, не нанимался вам, я пришел сюда выздоравливаюсь, вы мне подскажите, как не бухать и до свидания, то есть эта гордыня, она мешает мне, и вот прямое оружие это служение, надо идти и просто служить людям, то есть начинать с Чайханчика, а потом брать другие служения, какие есть в ротации, такие есть, вот какие, любые, какие есть служения, вот я их перебрал, мне многие не нравились служения, мне не нравится, например, служение ведущего, знаешь-ка почему, по одной причине, потому что мне хочется слушать людей, которые пришли на группу, а мне нужно отвлекаться на время, смотреть, чтобы они не превысили лимит высказывания, мне нужно прервать кого-то, если он какую-нибудь фигню порит там, да, или еще что-нибудь, то есть мне не нравилось служение ведущего, оно отвлекало меня, мне не нравилось служение Чайханчика именно по этой причине, но я понял, что именно то, что мне не нравится, я и должен брать, поэтому, знаешь, уже будучи председателем группы, потом другого выбрали, я пришел и взял служение Ключника, оно мне нравилось, я его с удовольствием взял, оно было вакантным, мне кайфово было прийти на час раньше, открыть группу, расставить столы, стулья, клеенку, расставить чашки, достать все для ведущего, все эти преамбулы разложить, колокольчик, свечку достать, налить себе чаю и сидеть ждать группу, мне было от этого кайфово, я понимал, что я хоть немножечко полезен людям еще и вот здесь, поэтому, против нашей идиотской гордыни, я думаю так, лучшее оружие это служение, оно и против многих других помогает наших изъянов, но гордыня в первую очередь, вот она сразу начинает принижаться, знаешь, она куда-то исчезает, заползает, щель, прячется куда-то, это чудесное средство служения, на все, Миша. Спасибо большое, спасибо. Следующий вопрос у нас от Анастасии, большое спасибо за то, что поделился опытом, у меня вопрос по четверке, если можно. подскажи, пожалуйста, суть четвертого шага, увидеть свои недостатки или просить Бога избавления от злобы, чтобы получить прощение к людям. После заполнения третьей колонки спонсор сказал читать молитву злого человека, пока искренне от всей души не пожелаю всем списка всего того, чего и себе, и Бог не даст прощения для людей, до тех пор не заполнять четвертую колонку. Есть мнение, что в четверке долго быть не следует и даже опасно, а я бы не с июня. Устал уже и опускаются руки, не знаю, что делать. Понял, спасибо за вопрос. У нас в книге нет ни строчки о том, чтобы я просил чего-то убого для этого человека. Есть большая книга с историями, толстая такая, и там 44 истории, и вот там есть высказывание одного анонимного человека, где он пишет о том, что я пожелал тем, кто обидел меня, того, что я желал себе. Но в БК об этом нет ни единой строчки о том, чтобы я молился о тех людях. В большой книге написано, чтобы я молился только о том, чтобы у меня исчезла злоба. Я прошу Бога убрать злобу на этого человека. Речь идет обо мне, не о том человеке. Те люди, кого я пишу в первой колонке, те, кто меня обидел, или эти учреждения, или принципы, законы какие-то, какие мне не нравятся, что меня злит, это все, и список людей, конечно, в том числе, это только как прожектор, чтобы высветить мои недостатки. Цель четвертого шага, чтобы я нашел свои недостатки. А это только как ситуация, при которой эти недостатки проявлялись. Вот человек меня обидел, да? Почему мы называем это резентвентом, или по-французски рессентимент. Это повторное чувство ни одного и того же, хотя этого фактора уже нет. Часто приводят пример с наступлением на ногу. Вот в автобусе мне наступили на ногу, и этот автобус уже давно уехал, и прошло 20 лет с тех пор. А я все еще вижу, допустим, номер того автобуса, и у меня сразу вспоминаю, вот здесь, на этом маршруте, мне растоптали ногу негодяи, и я опять злюсь. Вот это резентвент. Так вот, почему я должен этому человеку, который, допустим, украл у меня много денег, и свалил за рубеж, и там живет припеваючи, я что ему должен пожелать? Еще больше денег, что ли? Или счастья и здоровья? Да мне по барабану что с ним будет с этим человеком? Вот с тем обидчиком мне все равно, что с ним будет. Меня сейчас терзает боль, злоба раздирает мне голову, я готов пойти бухать. Вот это сейчас со мной происходит. Почему я должен дальше думать об этом человеке и прощать его или еще что-нибудь делать? Для меня главное, и об этом написано в книге, избавиться от злобы на этого человека. Вот, что мне нужно. Но именно цель четвертого шага не избавиться от злобы, а цель четвертого шага это найти свои недостатки характера. Причину моей болезни. То есть вот это как раз не водка, а именно вот это причина моей болезни. Взращенная на почве эгоцентризма, моя злоба, моя жалость к себе, моя нетерпимость, страхи вот эти вот это обычный стандартный набор алкоголика. есть люди, которые считают у меня недостатки такие необыкновенные, потому что я сам необыкновенный человек, поэтому у меня недостатки все они одинаковые, поэтому голову морочить себе с ними не нужно. Но чаще всего к людям к такому выводу и приходят, потому что они у всех одинаковые. Когда они на группах слышат о той же злобе, о тех же страхах и так далее, мы все понимаем, что у нас одна болезнь. Но вот ее проявление это как раз таки вот эти недостатки, о которых мы просим в седьмом шаге, чтобы Бог нас избавил. А в шестом шаге мы просим о готовности избавиться, потому что некоторые недостатки нам нравятся. Вот допустим злоба. Я с ее помощью очень многого в жизни добился. Люди боялись со мной связываться и молча выполняли то, что я им говорю, потому что они понимали, что сейчас начнется взрыв, ты да лучше мы сделаем и отвалим от этого идиота подальше. То есть я не от всего хочу избавляться. Но когда я понимаю, что именно вот эти недостатки привели меня к тому плачевному состоянию, в котором я оказался, я буду просить Бога, чтобы он мне дал готовность и избавил от этих недостатков. И указал путь, как мне действовать, чтобы избавиться от этих недостатков. Вот как Миша только что сказал, гордыня, да? Мне недостаточно просто попросить Бога избавить меня от гордыни. Мне нужно идти и служить. И тогда она будет уменьшаться. То есть я должен совершать действия. И вот в четвертом шаге это совершенно не написано. Этого в книге нет большой, что я должен просить за того человека, чтобы я его просил. Да нет, мне просто злобу нужно убрать сейчас. Вот об этом говорится в четвертом шаге. Убрать злобу на это обстоятельство или на того человека, чтобы у меня больше не было этой обиды, которая, как опять же в книжке написано, враг номер один. Обида, злоба это враг номер один. Она убивает алкоголиков больше, чем все другие наши недостатки. Вот я и прошу Бога, избавь меня, пожалуйста, от этого. Есть даже вариант такой, спаси меня от злобы на этого человека или обстоятельства какие-то. И поэтому, не знаю, мне и спонсор никогда этого не говорил, и от других. Я слышал, что есть такая штука, пожелать себе всего, чего ты хочешь, а потом пожелать этому человеку. С какого перепугу я ему должен это желать? В БК этого нет, я этого не буду делать. Я после четверки, а тем более после пятерки, я об этих людях забыл вообще просто. А те, кто меня обидел, и они рядом, это моя мама, моя сестра, я от них никуда не денусь и не собираюсь. У меня к ним появилось другое отношение. Вместо вот этой злобы все пожирающей, я маму убить хотел и сестру тоже. Я год бухал и засыпал счастливой мыслью, как я их убью. Вот только чуть-чуть потрезвею и точно их завалю. А теперь я их люблю и уважаю. Мамам, правда, нет, но я их все равно люблю. У меня к ним совершенно другое отношение. У меня благодарность им огромная, что меня они закрыли на шесть месяцев в эту принудку. Может, я поэтому живой остался? И, наконец, после этого, после последней отсидки я поперзся в анонимной алкоголике. Год побухал, конечно, но потом все-таки смог доползти до этой комнаты. Вот. А желать там чего-то кому-то? Я ничего не собираюсь желать. Пока этого нет, я не буду делать того, чего нет в большой книге. У меня все, спасибо. Спасибо. От нее еще вопрос. Продолжение, как я понимаю. Подскажи, пожалуйста, что делать, если очень тяжело следовать рекомендациям спонсоров? Прямо ломает от злости и становится очень плохо, что все не по-моему. Как справиться с бунтом своей воли в своем собственном лице? Само от себя противно, не знаю, что делать. Я, когда писал четверку, я начал с человека, на которого я больше всего был обижен и которого я ненавидел больше всех. Я написал «я», потому что я понимал, что это «я» источник всех моих бед. Не кто-то другой, а именно «я». Поэтому я четвертый шаг начал именно с себя. Потом я... На меня нахлынули воспоминания, какая я тварь, во что я превратил свою жизнь, какая она была раньше, каких успехов я добивался, да, и в профессии, и в бизнесе, и в отношениях, и так далее. А теперь я все это разрушил. Все, что мог, до чего могли дотянуться мои ручонки, я все это расшатал, растворил, убил и все испортил. Вот. И я до обеда ходил, матерился, курил и все, никак не мог приступить к написанию четвертого шага. А потом я нашел лекарство, там же в большой книге. Там как раз таки написано, «Боже, убери у меня злобу на этого человека». Я попросил, «Боже, дай мне не злиться на самого себя и дай мне написать этот четвертый шаг, иначе я не смогу выздороветь. Без этих шагов я понимаю, что у меня крышка, я опять пойду бухать. Дай мне не злиться на самого себя и написать весь этот четвертый шаг, как бы я ни был зол на этих людей». У меня каким-то образом снизилась злоба. А я начал писать и дальше по всем колонкам, и мне даже понравилось, я прямо, знаете, с удовольствием анализировал, а здесь было так, а что было задето, а потом молитва, а потом какие мои недостатки, я с увлечением их искал и писал и так далее. А то, что злиться на спонсора, ну, я не знаю. Для меня это было естественно, я на него злился по любому поводу. Я ему звонил, он говорит, мне некогда. Как так? Это я тебе звоню, что значит мне некогда? Ты спонсор, ты должен здесь быть рядом со мной при любой моей этой самой просьбе, и вообще ты должен заранее чувствовать, что мне нужна твоя помощь. Ты должен прискакать, облегчить мое состояние и так далее. У меня было очень много претензий к спонсору. Начать сначала, да? Мы начали книжку читать, предисловие. Но какой нормальный человек читает предисловие? Еще и подчеркивать там чего-то. Вообще больной на всю голову человек, и вот мы с ним читаем предисловие. Сейчас я эти предисловия читаю со всеми своими подспонсорами. И очень благодарен Алиму за то, что он мне когда-то начал именно с этого. У меня было очень много претензий. Вот. И задания все его, я тоже считал, что это не надо, это то не надо. Но он совершенно адекватный человек, нормально выздоравливающий. Его задания там не были какими-то сверхъестественными или еще что-нибудь. Возможно, разные подходы, разные эти. И да, вот в изучении 12 шагов этой книги я тоже видел у многих людей, да, какие-то привнесенные извне. То, чего нет в большой книге. вот в частности вот эти вот пожелания обидевшему меня человеку. Ну, с какой стати, да? Если я занес БК, я этого не буду делать. Я могу и спонсору сказать. Но он мне не давал заданий, которые не входят в большую книгу. Он мне сказал, надо взять служение на группе. Как мне не было противно, я пошел и взял. Что мне делать? Оставалось. Пошел в больницу, хотя мне тоже не хотелось туда ходить, потому что я в этих больницах проторчал очень много времени, а там мне надо сидеть и рассказывать этим алкашам и с врачами этими встречаться. На удивление мне так понравилось, что меня из этих больниц не вытащишь. Я очень часто ходил туда один длительное время и был счастлив. А сейчас у нас не пробьешься туда, у нас сейчас очередь занимает, еще ругаются между собой. Ты в прошлый раз был, завязывай, давайте очередь в конце концов соблюдать. Все меняется. И поэтому, да, может быть, задания спонсора кажутся несуразными. Конечно, он будет злить, потому что у меня внутри сидит злоба, потому что я алкаш. Но выход один. Надо писать четвертый шаг, а потом сделать пятый, а потом все остальные двенадцать, а потом применять их в жизни, потому что мы не получаем диплом об окончании двенадцатишаговой программы. аттестат зрелости, так сказать. Просто программа становится нашим образом жизни. И она мне нужна. Вот задача спонсора, наверное, единственная задача его, да, это научить подспонсорного действовать по шагам, применять инструменты, которые дает эта программа в своей жизни для своего же излечения. Вот вся задача спонсора. Если он какие-то там дает задания, которые мне не нравятся, ну ладно, что тебе делать, ну выполни их. Может, действительно помог. Он же не будет тебе всякую ерунду там говорить. Наверняка он сам это прошел, у него есть какой-то опыт. Так и наладятся отношения со спонсором. А еще лучше и проще. Боже, помоги мне не сердиться на моего спонсора. Он алкаш, придурок, и дает мне какие-то непонятные задания. Но если мне это поможет, я их сделаю. Спасибо. Все. У меня все. Спасибо. Большое спасибо от Анастасии. Очень помогли ответы. Так как очереди нету, я продолжу тогда свою тему. Все по поводу той же гордыни. Суть какая? Вот я тоже услышал этот совет про служение. И как-то в один момент получилось, что я набрал служений. В общем, приличное количество. У меня еще есть такая фигня, как трудоголизм. То есть у меня поэтому в общем суть в общем какая? Я набрал служений и на группе, и в комитетах. В один момент у меня закралась такая мысль, что вот не от гордыни ли, дорогой мой друг, ты вот это все набрал, типа вот какой-то весь молодец, весь такой незаменимый, может надо вот это вот все к чертям, ну не к чертям, это вот оставить, передать остальным тоже, чтобы тоже могли служить, а вот взять, вот именно оставить там чиханщика, просто полотера и все, и успокоиться. Вот, и как-то начиная опять же с одной стороны вот рассказывать, то, что да, это гордыня, вот хотелось бы как-то незаменимый, вот есть весь такой молодец, выздоравливающий, а с другой стороны как бы вот думаешь, ну, это может быть опять же гордыня ты решаешь, это уже я решаю как мне надо, то есть мне как бы вроде бог вот это доверил, вот этот вот объем получать работу, то есть нужно утащить, но иногда прям хочется от усталости ну, прям выйти, вот другого слова нету, но бросить как бы не могу, вот примерно как так вопрос, если понятно. Я понял, Миша, смотри, у нас сообщество очень молодое в Казахстане, 8 лет всего в Алмате, как образовалась группа ВЭИ, я пришел через год, как она была, у нас был как дефицит самих алкоголиков, так и естественно служение, поэтому у нас у каждого было по 3, 4, 5, а то и 6 служений, мы нахватали их на себя, как собака-блох и тащили, но мы понимали, что больше некому, потому что многие люди, да, приходили на группу, посидят на одну-две группы, потом уходят и о служениях там речи нет, ни о выздоровлении, ни спонсора не берут, ничего. И вот эта активность в служениях, она иногда вынужденная, а иногда, да, я могу их нахватать из-за гордыни. И здесь нужно просто четко в себе разобраться, что со мной творится, вот Билл в книжке «Язык сердца», да, вот этот сборник статей для журнала «Грейплайн», он там пишет в одной из статей о духовной гордыне. Представляешь, у нас, оказывается, еще и такая бывает. Я был поражен, когда про нее прочитал, и мне стало очень неприятно, а может, и у меня такая есть, может, я здесь тоже с людьми начинаю с высока разговаривать, да, пальцы веером, на понтах, как на пружинах. Я вот все знаю, я вам на все вопросы отвечу. Вот. И меня это тоже беспокоило, есть она у меня вообще или нет, я так и не был уверен, есть она у меня или нет, я до сих пор не знаю, есть или нет. Но на всякий случай, я прошу Бога избавить меня от всех видов, раз уж такие есть, не одна единственная, куча этих гордынь, ты, пожалуйста, от меня, от всего этого избавь, мне не нужно этого ничего, я не хочу больше в этом жить. Вот. И разобраться с этими служениями, если есть возможность и кому-то их передать, то можно их передать. У нас есть люди, которые взяли служение, но потом жизнь изменилась, другая работа, да, или еще что-то, и они понимают, и они сразу же забили в колокола. Они на первом же чате, когда собрались служивые по именно этому служению, в этом чате он написал и вот так же на зуме рассказывал, он говорит, ребята, у меня нет ресурса, у меня не хватает времени вот на это служение, я прошу вас его у меня забрать, заменить, выбрать кого-то другого. Если действительно вот так, ну совсем уж не в проворот, мы же имеем право отказаться от этого служения, продолжить другие, которые остаются. То есть нам необходим баланс. Мы должны выздоравливать не только ВЭЙ, мы должны выздоравливать во всех сферах нашей жизни. Об этом написано в 12-м шаге. Мы применяем принципы нашей программы во всех наших делах. Значит, я должен уделять время своей работе, если она у меня есть. Я должен уделять время своей семье, если она у меня есть. Соседям, мало ли кому еще, друзьям. Я должен им уделять время свое. И внимания должен тоже уделять. Выздоровление, оно разностороннее, а не только в одном. Хотя, конечно, в первую очередь, я должен помогать алкоголикам, но тем не менее, есть и другие люди вокруг, и мир не зацикливается на одном только ЭЭЙ. Он гораздо шире, но через выздоровление, через ЭЭЙ, я могу быть полезным и другим людям. И поэтому надо просто сесть и разобраться в своих служениях. Можно выписать их на бумажку. Служение такое, служение такое, что я могу оставить, а что, где на меня понадеялись и необходимо его оставить, его можно оставить. А там, где я могу кому-то передать и вот это служение оставить, но это уже тебе самому решать, Миша. Просто сесть. Ты можешь посоветоваться с теми людьми, кто с тобой вместе в этом служении и сказать, ребят, меня вот это немножко тяготит, давайте немножко снизим нагрузку и кто-то может быть возьмет часть служения или полностью мое служение себе. То есть вот такой вариант. Мы это практикуем, мы можем это делать. Вокруг нас такие же алкоголики, как и я. И со спонсором разобраться, посмотреть, есть гордыня где-то или нету, или просто много служений и какую-то часть их можно оставить. У меня все, Миша, спасибо. Спасибо большое. Так, друзья мои, очередь свободна, добро пожаловать. Пока никого нет. Продолжим. такой у меня вопрос еще немножко в другую степь. Суть какая? Я, когда попал в ИЭА, скажем так, экстерном прошел, в смысле, что я не попадал в реабилитационные клиники, это я сразу пошел топиться. повезло, я там не оказался, вот оказался в ИЭА. Но какое-то время, честно скажу, я вот к людям из реабилитационных центров относился, ну, что уж врать, совысока, типа, вот, вам нужна была эта штука, чтобы понять, что у вас есть проблемы, то есть у меня-то понимание-то было, что у меня какие-то проблемы есть. вот, но сейчас как бы возникает иногда мысль, что может быть там тоже что-то такое вот есть, что может стоит изучить их, скажем так, ну, не то чтобы методики, но какие-то рекомендации, может, какие-то приемы, например, психотерапевтами оттуда пообщаться, или все-таки вот придерживаться, как я понимаю, скажем так, как я понял точку зрения Гриши, что вот нужно четко идти по синей книге и, в общем-то, больше, ну, не то чтобы только по ней, ну, в общем, взять за основу ее и только вот программу выздоровления. Вот как ты сейчас вот смотришь на данный вопрос? Я в реабилитационном центре именно в психологическом не был. Я был по одному месяцу в детоксе в религиозных центрах, типа Тинчалленджа, еще вот таких вот, да, у них там своя программа, то есть там такое, знаешь, довольно насильственное приобщение к Богу, причем именно к той конфессии, которую они исповедуют. Вот, поэтому на меня это толком не оказало никакого влияния, и я там не был. В реабилитационных центрах психологических, типа там, где программы психологические, Рекавери, Рекавери-2, Миннесота, ТС там и так далее, я тоже не был никогда. Для меня это чисто коммерческие предприятия, которые в каких-то случаях оказываются полезными, потому что в наших рядах есть люди, которые были в реп-центрах, получили там трезвость, но эти реп-центры чаще всего с нами сотрудничают, то есть они своих подопечных привозят к нам на группы и говорят, вот когда вы выйдете из реабилитационного центра, наша программа вам сейчас поможет, пока вы в закрытом помещении находитесь, в закрытой программе, но потом вы выйдете от нас, и вокруг вас будет тот же мир, и ваша прямая дорога это ВА или ВНА по профилю, наркотики или алкоголь, что там вас беспокоило, пойдете туда. У нас много людей таких, они даже в высказываниях своих, у них вот они заточены ребой, и они говорят о чувствах, о том, о дневнике чувствах, о каких-то еще вещах, именно о том, что дают им там. Я не против реабилитационных центров, меня не устраивает то, что там это за деньги, меня много чего в них не устраивает сами, но это не мое дело учить их как выздоравливать или еще что-нибудь. Я не пойду в ребцентр работать, хотя меня туда приглашали консультантам, потому что меня много не устраивает, меня устраивает все в ЭА, а реабилитационные центры мне они не нужны. Но у нас в книге написано, что если вы кроме ЭА хотите еще и пойти к психологу или психотерапевту, ну идите, попробуйте, может быть, это окажет для вас какую-то пользу. У нас много людей, которые обращались наоборот, сначала к психологам, психиатрам, психотерапевтам, а те, отчаявшись им чем-то помочь, говорили им, идите в ЭА, идите, потому что я не могу для вас ничего сделать. Ваша дорога в ЭА, и вот они приходили к нам. Так же поступают иногда священнослужители. У нас есть человек один, он пришел в православную церковь и сказал, я хочу, чтобы вы были моим духовным наставником. Он сказал, хорошо, сын мой, расскажи, в чем твоя проблема. Я алкаш, я вот так и так. Он говорит, хорошо, я буду твоим духовным наставником при одном условии. Если ты пойдешь в анонимные алкоголики и будешь посещать их собрание, а параллельно будешь приходить ко мне и я буду твоим духовным наставником. Именно в религиозном плане я тебе расскажу, одно другому не мешает. Можно это и делать, пожалуйста. Да, но в саму Ребу я бы, например, из Эй уже никуда не пошел. Я настолько комфортно чувствую себя в сообществе анонимных алкоголиков, да, мне настолько это интересно. Я каждый день узнаю что-то новое. Вот на самом деле, буквально, Миша, не проходит ни одного дня, чтобы в моей жизни не происходило чего-то нового, чего-то я не узнал. От других людей в нашем Эй или в других городах, странах, от спикерских, в литературе я постоянно что-то нахожу, мне интересно это. Поэтому мне лично ничего другого уже не надо. Я кайфую от того, что я могу применить программу в своей жизни, в тех сферах жизни, которые не касаются Эй. Допустим, в моих взаимоотношениях с моими друзьями, однокурсниками, которых я не видел много лет, с возвращенными мне Богом детьми, в каких-то еще сферах, там, где у меня все было разрушено, я могу через Эй все вот это возвращать, восстанавливать. Где-то медленно, где-то быстрее, но я могу, применяя вот эти инструменты, Эй, я во всех сферах своих получаю какое-то удовлетворение от успеха, от того, что это настолько разносторонняя программа, что она помогает во всем. И мне лично другого ничего не надо, мне хватает вот этого за глаза. Я нахожу каждый раз какие-то новые оттенки, какие-то новые вещи. Это настолько интересно и увлекательно, что мне другого просто не надо. Хотя мы сотрудничаем, конечно, с революционными центрами, с медицинскими центрами, с лечебными учреждениями, у нас комитет есть по лечебным учреждениям. Мы сотрудничаем с духовенством, у нас есть отдельный комитет теперь по духовенству, но так как у нас самое начало, то там много препятствий. Но допустим, у нас есть владыка здесь в православной церкви, он по Казахстану самый главный. У него лежит письмо, которое он до сих пор подписать не может. Но оно лежит уже у него, он там должен написать, как он счастлив сотрудничать с ЭЭЙ. Оно нам поможет в других регионах Казахстана продвигать наше дело, так скажем. потому что мы сотрудничаем с разными духовенствами, с разными конфессиями. Мы сотрудничаем и с органами власти и так далее, и так далее. То есть разносторонняя такая вот сфера деятельности, для этого у нас созданы комитеты, которые именно на это направлены. Но это настолько для нас это новая вещь. У нас не только недавно, в феврале образовалась конференция и совет обслуживания, фонд организовали и так далее. Для нас это новая неизведанная область, и так как у нас во многих городах вообще нет Эй, наши усилия направлены на то, чтобы там создать группу. Вот я в частности здесь в Толтугургане сейчас для этого нахожусь. И мне хватает этого. Мне больше чем Эй, мне больше ничего не надо, потому что оно помогает мне во всех сферах моей жизни. Мне кайфово живется. Поэтому я больше никуда не суюсь. Ни в Ребу, ни к психиатрам. Мы сотрудничаем с ними, но лично мне они для какого-то дополнительного выздоровления мне они не нужны. Мне хватает Эй, еще бы времени побольше, а не 24 часа в сутки. Так вообще было бы здорово. У меня все, Миша. спасибо большое. Так, друзья мои, еще раз напоминаю, если кто хочет что-то задать вопрос, пишите единички, мы подадим слово, включим микрофон. Продолжим тогда. Оля, ты вопрос хотел задать? Нет. Я хотела поблагодарить лично Нурлана за спикерскую. Было очень приятно и особенно ответ на вопросы послушать. Спасибо большое. Очень рад быть полезным. Я тогда продолжу. Пардон, пардон. Тогда я продолжу. У меня еще вот тогда вот такой вот вопросик есть. Суть какая? В общем, я достаточно, ну, недавно, конечно, выздоравливаю, получается, по общим тем меркам. То есть, где-то сейчас у меня в районе полутора лет всего. У меня за это время не было ни одного а под спонсорного. И вот честно-то говоря, сейчас вот я думаю, что вот одна и в том числе из причин была то, что вот, ну, я ну, прямым текстом как-то, не знаю, боюсь, считаю, что я не готов там тырым-пырым. И вот поэтому в том числе набрался кучу служений, чтобы вот, ну, как говорил, домой просто приходить, просто там работаю, там семьи, просто падать. И вот иногда тоже как бы мысль приходит, что, может, опять же, надо от чего-то там вот отказываться и просто вот искать подопечный. Но я при этом, когда ходил по другим группам, то есть, да, высказывался, все. Ну, есть у меня мысль где-то там, что вот как бы не подошли и слава богу. Вот, честно, вот как-то так. Был, может, какой-то такой опыт, то есть, вот как это, только время или нужно все-таки что-то менять? Твое мнение хотелось бы услышать. Миша, я понял. Я расскажу тебе о своем опыте. Когда после пятого шага мне мой спонсор заявил, что я теперь должен спонсорить, я ему ответил, что я вообще никогда не буду быть спонсором, потому что я не психолог. Он на меня долго, удивленно смотрел и сказал, говорит, а я что, по-твоему, психолог? Понимаешь? Он действительно к отношению к психологии никакого не имеет. Я понял, что я опять сморозил глупость, я идиот полный клинический. И потом он мне сказал, поднимай руку и сел напротив меня скотина, понимаешь? И смотрит на меня. Я был вынужден поднять руку, но я ее поднимал, знаешь, вот так вот, по миллиметру вверх и быстренько спрятал ее после этого. А когда никто не подошел, я прямо облегченно вздохнул. А он сидел напротив меня с таким же идиотом, как он сам. И ржал. И мне говорит, что, доволен, что никто не подошел? Я говорю, да, я счастлив. Я боялся, ты представляешь? Мне было страшно, что ко мне кто-то подойдет и я вот буду спонсором у человека. А потом мне позвонил человек и сказал, ты будешь спонсором? И я уже не мог заднюю включать. Я же мужик, штаны ношу. Понимаешь? Я сказал, да, хорошо, буду. И я не знал, как это, что делать. А потом мне один человек сказал, а что ты паришься? Ты не можешь навредить другому человеку, потому что ты будешь читать с ним большую книгу. Не от себя рассказывать всякую фигню, придумывать, теоретизировать. Ты читаешь книгу и временами говоришь о своем опыте, как у тебя было с этим шагом, с этим шагом но основное время ты читаешь с ним БК. И выздоровление не зависит от тебя совершенно. У нас есть лечащий врач, Господь Бог, вот он будет заниматься выздоровлением. И как ни странно, выздоравливают два человека, спонсор и подспонсорный. Вот. Но если я не отдаю, если я не буду брать это спонсорское служение, это одно из главных служений. Спонсорство это служение. Почему о нем в БК много не написано? Только первая часть, да, как познакомиться с человеком. А дальше это служение. И об этом в БК не говорится, потому что это 12 шагов, это личное выздоровление твое. Но пока ты не начнешь спонсорить, не будешь выздоравливать сам. Знаешь, у нас Гриша, когда приезжал на семинар, он в Алмоте одной дамочке, она ему какой-то вопрос задала, я не помню уже вопрос, но он говорит, послушай, у тебя есть подспонсорные, сколько их у тебя? Она говорит, ни одного. Он ей говорит, ты преступник. Ты представляешь? Ты преступник, потому что ты забрала себе программу, получила трезвость, и ты украла ее. Ты никому ее не отдаешь, ты забрала ее себе. Ты преступник, потому что ты не отдаешь то, что тебе не принадлежит. У нас в книжке написано, перед нами нам под ноги положили подарок бесплатно. Нам осталось только поднять его и использовать. Но наша задача дальше передать этот подарок. Потому что вокруг нас тысячи алкоголиков помирают каждый день. Моя задача кого-то из них притащить в ЭИ и провести по шагам. Если человек уже пришел в ЭИ, он надеется на то, что у него будет спонсор, его проведут по шагам, его научат действовать по программе. Понимаешь? И моя обязанность быть спонсором. У меня без этого не будет выздоровления. Я только тогда начну выздоравливать, когда у меня будут спонсируемые, как сейчас говорят. Раньше мы говорили подспонсорные, но потом кто-то сказал, это неправильно, это человек ниже тебя ставит, ты там выше, там еще что-то. Надо говорить спонсором. Господи, да говори ты как хочешь. Называй ты как хочешь, делай что хочешь, ты главное делай, читай человеку книгу и помогай ему в этом. Вот твоя обязанность, это моя обязанность в ЭИ. Я должен передавать это дальше. У меня все мешает. Спасибо. Спасибо большое. Так, у нас очередь. Ильдар, добро пожаловать. Ильдар? Меня слышно, нет? Да, да, слышно, говори. Всем привет, Ильдар алкоголик. Мурлан, привет. Тебе привет. Спасибо за спикерскую. Я тут немножко в другую тему. Мне вот интересно стало. У нас год-два назад из Уральска приехали ребята. Там группа «Рассвет», по-моему, называется. И выразили желание присоединиться к нашей ассамблее, к нашему округу, по сути, к российской конференции обслуживания анонимных алкоголиков, фонду там и так далее. Вот я от себя услышал, что сейчас уже есть своя структура обслуживания в Казахстане. И интересно, собираетесь ли вы, скажем так, взаимодействовать с Уральством, да? У них основной аргумент был такой, что вот до Самары 200 километров, а до Алматы там или Астаны там тысяча километров, да, им удобнее обслуживаться. Я, как бы, против ничего не умею, хотя вот ситуация немножко странноватая, да? Вот твое мнение, Мурлан, по этому поводу мне бы любопытно было послушать. Спасибо. Спасибо. Когда у нас еще не было конференции, мы связывались с Уральском, и мы этих ребят знаем. Вот. Когда наши ездили в Самару, вот Гаухарка с мужем, с Борей, они ехали через Уральск и потом поехали к вам и были у вас в городе, в Самаре. Там у вас форум был, по-моему, да, полтора года или когда? Два года назад. Не помню, когда они ездили. Ну, недавно, короче. Вот. И тогда они тоже говорили нам, мы обслуживаться будем в России, нам это ближе, нам это лучше и так далее. Ну, сколько, хорошо. Каждая группа имеет самостоятельность, где хочет, там обслуживается, не хочет, вообще нигде не обслуживается. Группа сама решает, что ей делать и как ей поступать. У них для этого есть групповое сознание, которое они на рабочке могут выразить, проголосовать и сказать, где они будут обслуживаться. Хоть в Испании, это их дело. Вот. А недавно, вот когда уже конференция прошла и они в ней участвовали, видно их было в чате, этих ребят, потом как-то общение у нас больше наладилось. Они уже начали заказывать книги, они начали разговаривать с нами. То есть какие-то контакты уже больше усиливаются и поэтому, я не знаю им, конечно, решать, но, в принципе, если есть в стране структура уже налаживается, то, наверное, будет логичнее в нее войти и помогать тому, что развивается здесь. То есть не просто обслуживаться в России, а помогать-то надо в Казахстане. У нас много городов, где вообще ее нет. Причем больших городов. Допустим, Чемкен, да? Второй по величине город в Казахстане. Там проживает больше миллиона жителей. Он второй по величине после Алма-Аты. У нас около двух, сейчас уже больше, там, два с половиной, что ли, а у них лимон. А если взять область, так там вообще, она очень густонаселенная на юге. Город такой огромный. Алкашей там хоть пруд прудим. Вот. И таких городов много. И там везде нужно развивать и открывать группы и их обслуживать. Поэтому они сами будут решать, конечно, но, в принципе, они сейчас с нами уже начинают контакты поддерживать. У нас много приграничных городов, да? Допустим, Петропавловск. Кем до России ближе, чем до любого другого города. Петропавловск. Самый крайний северный город наш. У них границы рукой подать, километров 20, там, наверное. А там уже Россия и вот тебе рядом все, что хочешь. Чуть дальше возьми, да? Там Сибирь рядом. Новосибирь, Барнаул. Эти ребята к нам приезжали на форум, мы с ними встречались и так далее. У них тоже вот наши восточные города, да? Усть-Каман, Семипаладинск. До них географически ближе, чем до Алматы. Но у нас не Алматы же центр и Эй. Мы о всем Казахстане заботимся. Мы стараемся, чтобы во всем Казахстане мы были едины с мировым сообществом. Мы частицы этого сообщества. И поэтому какая-то дележка там или что-то ближе там или еще что-нибудь, я не знаю. Они сами пускай решают. Но по идее идет сейчас процесс такой вот интеграции, объединения, единства. И те люди, кто нам, допустим, год назад заявлял, что мы сами нам это не надо. Сейчас уже проявляют активность, звонят, участвуют, включаются в чаты, какие-то берут на себя обязательства, деньги перечисляют в фонд, в интергруппы, чтобы там что-то накапливалось и можно было на эти деньги что-то делать хорошее. Вот так, Эльдар. Спасибо большое. Сейчас последний вопрос тогда от Анастасии зачитаем и, наверное, будем заканчивать по времени. Одолевает сильное желание быстрее пройти программу, чтобы наступило облегчение. Появляется зависит тем, кто сделал шаги за пару месяцев. Как справиться с вами хочу как можно скорее, научиться радоваться процессу выздоровления, с учетом, что все идет медленно. В четвертом шаге нахожусь почти уже два месяца и нервы уже сдают. Ясно. Это очень часто задаваемый вопрос. Есть такие сторонники, что надо пережить, надо это продлить, надо это вот так. И вообще, даже вплоть до того, что человек, когда быстро проходит программу, они говорят, ты скороспелка, куда ты лезешь, о чем ты думаешь, да мы вот здесь сидим годами на этих шагах и так далее. В БК есть четкий и ясный ответ. Да, вот Билл прошел всю программу, находясь в больнице еще за шесть дней. Я понимаю, он тогда еще не написал свою собственную книгу и поэтому не нужно было ему время на то, чтобы читать эту книгу. Он еще ее не написал. И поэтому он с Эбби Тетчером прошел за шесть дней. Хорошо, ладно. Давайте возьмем другой вариант. Вот у нас есть теперь книга большая и мы должны ее читать. Здесь все зависит от времени спонсора и времени подспонсорного и зависит от регулярности. Допустим, у нас есть спонсоры, которые могут встречаться в силу своей занятости только один раз в неделю в течение часа. В таком случае изучение программы со спонсором занимает шесть месяцев. Но это регулярно, каждую неделю. Если есть возможность встречаться два раза в неделю, значит, два раза сокращается и за три месяца можно пройти программу. Но, когда такой же вопрос мы задали Грише Тетчером, вот здесь я с ним полностью согласен, потому что это совпадает полностью с моим опытом. Так как у меня было много подспонсорных, люди брали отпуск для того, чтобы пройти программу. И они приезжали каждый день. И вот представь, у человека семья, дети, работа, но человек взял отпуск, приезжает каждый день, и тогда программу можно пройти за две, три недели. Максимум месяц. Максимум. Когда Гриша отвечал на этот вопрос, он говорил, что большинство, большинство ветеранов АА Америки, такие, как Сэнди Бич, допустим, Чак Че, чьи имена у нас у всех на слуху и так далее, спонсор самого Гриши и другие ребята, те, кто уже несколько десятков лет выздоравливает, они все, как один говорят, что средний срок прохождения программы со спонсором, изучения с ним шагов, две, три недели. Две, три недели. А че там сидеть на этих шагах? Мы не настолько тупые, чтобы не прочитать тоненькую книгу. Задача спонсора прочитать и научить человека действовать по шагам. Там ничего сложного нет, программа очень простая. Для чего мы стараемся ее пройти побыстрее? Нам, кстати, в БК написано, нам один час дается отдохнуть от программы и то при этом поразмышлять, правильно ли я сделал то, другое или третье после пятого шага. Выберите один час свободного времени, посидите, подумайте, правильно ли вы все ли там построили, не на песке ли там и так далее, и так далее, да? По тексту. Вот один час, а потом снова принимайся за программу. А еще там есть слова, что Вера должна работать в нас и через нас 24 часа в сутки. Какие могут быть времена на размышления? Месяц прошел, а я все еще на четвертом шаге. Вот Гриша, когда у него спросили, знаешь, во время марафона, да, вот на 85-летие, эй, я помню, хорошо ему задали вопрос, там одна женщина говорит, вот я на четвертом шаге, второй год, и у меня вот такой вопрос. он даже не стал слушать вопрос, он просто спросил, я стесняюсь спросить, а что вы там делаете на этом шаге второй год? Вот что вы там делаете? Сколько можно этим заниматься? Вот знаешь, я прохожу программу с людьми, самый короткий срок был, семь дней мы прошли с человеком, но он в этот момент жил у меня дома и мы читали книгу утром и вечером. И время было и у человека, и у меня. Я понимаю. Гриша как-то на этот вопрос говорил, самое короткое прохождение программы у меня было за 10 дней, но у них тоже было много времени. Я понимаю, что это мы не гнались за рекордами и не старались как можно быстрее пройти, чтобы потом это можно было говорить, что там вот так надо делать. Нет. Он как раз и говорит, что 2-3 недели это средний срок прохождения программы. Так оно и есть. За 2-3 недели спокойно можно прочитать с человеком книгу, пройти все шаги и поделиться опытом с ним. Это вполне возможно. Это реальный срок, за которым можно пройти программу. А что там делать? Для чего мы стараемся пройти программу за такие, ну как скажем, недолгие сроки, да? Да потому, чтобы человек выздоровел, чтобы его больше не тянуло к бухлу и чтобы он мог пойти в свою очередь помогать другому алкоголику, стать спонсором у него. Для этого же делается. Не тянуть время, разглагольствовать. Я сам получил трезвость, теперь я буду здесь в раскачечку. Вот через год я приступлю к 11-му шагу. Эй, ты заканчивай программу, иди помогай другому человеку. Для этого ты в эй, для того, чтобы помочь кому-то. У нас в книжке написано основа нашего выздоровления помощь другим людям. Ни знание книги на зубок, ни сидения в этих шагах годами, месяцами. У нас написано основа нашего выздоровления помощь другим людям. Значит, нужно как можно быстрее усвоить эту программу, понять, в чем ее суть, начать по ней действовать и идти действовать дальше. Брать спонсорское служение и помогать другому человеку. Вытаскивать, выползать ему из этой ямы и быть полезным в своей очереди для какого-то другого человека. Ну, вот так. Спасибо, что послушали. Урлан, спасибо большое. Будем заканчивать собрание уже. Время у нас подошло к концу. Спасибо, что мне предоставили возможность быть сегодня ведущей. И хочу напомнить вам, что мнение, высказанное в собрании, отличное мнение. И опыт каждого, а не мнение анонимных алкоголиков в целом. И также напомню о седьмой традиции. Там данные в чате сброшены в самом начале. Закончим наше собрание декларации ответственности. Если кто-либо где-либо в беде, и ему нужна наша помощь, всегда будет рядом. И я отвечаю за это. Спасибо. Давайте помолимся все вместе или каждый про себя. Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Спасибо большое, что послушали. Если был полезен, очень рад. До свидания. Благодарю. Успехов вам. Пока. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok